Друзья, доброе утро! Сегодня у нас в гостях человек, за спиной которого более 29 тысяч километров. А если быть точной, то этот человек бежит расстояние, равное окружности экваторов. Вот уже два с половиной года. Позади Австралия, Новая Зеландия, Чили, Аргентина, ЮАР, США, Великобритания, Испания, Франция, Ирландия, Норвегия. В общем, знакомьтесь, Руслан Шакин. Руслан, доброе утро! Доброе утро! Очень рады видеть вас в наших краях и в нашей студии. Взаимно. Здорово, что вы до нас добрались, добежали. Как вам дорога до Мурманска, расскажите? Вы знаете, прекрасно. Мне ребята, друзья мои из Норвегии спрашивают, ну как тебе Россия? Я говорю, очень хорошо. Дорога шире, чем Е6, которая идет через Норвегию. Есть обочина шире и новая дорога у вас. Все хорошо. Можно размахнуться, да? Единственное, что у вас сопки вверх-вниз, а так да. Вы к нам в Мурманск добрались из Норвегии, правильно? Совершенно верно. Вот история, как вы пересекли границу? Ведь, насколько я знаю, пешеходом проход запрещен. Да. У вас какие-то секретики? Мне сказали, об этом не распространяться. А, вот так вот, то есть это конфиденциальная информация? Нет, все в порядке, да. Там пришлось сделать несколько звонков, но меня пропустили, потому что я иду на мировой рекорд. И не пропустили, да. Ух ты, здорово. Единственного человека. Да, вы, получается, исключение из правил. Вам руку пожали, пожелали доброго пути? Да, да. Селфи, руки, автографы. Ух ты, здорово, здорово. Как долго планируете пробыть у нас в Мурманске? Еще один день, и послезавтра глубекая. О, уже, и я так понимаю, что в предыдущих местах вы тоже долго не задерживались, или как? Да, самое большое было в Париже шесть дней. Ну, это Париж, да. А так в основном день-два. День-два, ну, такое, да. А в Париже что делали эти шесть дней? Ну, в Эфелево башню, все дела. Посетили все самые... Увидеть Париж и умереть. Слава богу, живой. Руслан, ваше путешествие длится уже больше двух лет. Даже три, наверное, уже, да? Ну, а если чисто бег, то два с половиной. А, два с половиной, да. Вы повстречали немало людей разных культур и национальностей. И вот такой вопрос. Что из всего увиденного, из всех людей, которых вы повстречали, вам запомнилось больше всего? Ну, мне нравится каждая страна, через которую я пробегаю. То есть там люди, они по-своему уникальны, как и природа. То есть у меня самый часто задаваемый вопрос, это какая твоя любимая страна? Я говорю, come on. Каждая страна уникальна по-своему и красива по-своему. Но вот люди разные, менталитет разный. И мне больше всего понравилось на данный момент Аргентина и Южная Африка. Казалось бы. Ну да, а чем так понравилось? Там очень много атлетов, они присоединялись ко мне почти каждый день. Да вы что, да? То есть вы даже не в одиночестве иногда бежали? Нет, в Аргентине, в Южной Африке практически каждый день ко мне присоединялись. Ну они пробегали какой-то определенный, да, промежуток? Да, да. Ух ты. Порой, самое большое, 72 километра. А для вас это было каким-то таким, как поддержка, что ли, или дополнение к мотивации? Да, здорово, мы с ними общаемся, конечно. Но как бы мы на одной волне, у нас уже много общего. Мы друг друга не знаем, но у нас уже много общего. Да, уже стопится. Убег уже есть, да. Замечательно, удивительно. А вот скажите, при таком длительном путешествии у вас были моменты отчаяния? И как вы с ними справлялись? Ну, были моменты, когда экстремальная температура была, допустим, когда я пересекал горы Анды, я перестал чувствовать мизинцы. На руках или на ногах? На руках, на руках, да. И как бы, а поблизости ничего не было, все было закрыто, и до ближайшего места было 10 километров. И мне пришлось местного жителя привлечь, нашел местного жителя, и он налил в термос горячей воды, я налил на мизинцы горячей воды, и таким образом у меня пальцы отошли, и я так, ух. А что внутри чувствовали, что чувствовали в этот момент? Горячо. Душа горела? Нет, 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 ну как бы момента отчаяния нет, потому что я знаю, к чему я иду, у меня четкий план, и я просто ему следую. А, конечно, иногда бывает тяжело, но я знаю, что я могу... Тот же Париж вот выспрашивает в 6 дней, то есть я просто до этого был очень уставший, и я в Париже на Эйфелеву башню пошел только на пятый день, а до этого я отдыхал все 4 дня. Как отдыхали, кстати? Вот тоже актуальный вопрос при таком длительном забеге. Один-два дня и дальше в путь. Разве это достаточно? Ну, в принципе, да. При той нагрузке? Да, достаточно? Я уже привык. А как отдыхаете? Спите долго? Или, может быть, там еда? Или, может быть, спорт еще дополнительный? Пробежки восстановительные. Серьезно? То есть после пробежки снова на пробежку? Только на короткую дистанцию? Не, ну в основном, да, больше отдыха, да, больше еды. Удивительно. Месты, достопримечательности, они разбавляют повседневную ретину дорожную и, конечно, морально отдыхают. Как вы уже сказали, вот эта вся затея, это лично ваша идея, да? Да, да. Все это путешествие. И получается, что в любой момент, ну так, если на это посмотреть, вы можете отступить, вы можете остановиться. Да. И вот мне лично самое интересное... Надеюсь, что нет, но есть такая вероятность. Да, и вот мне интересно, а вот что дает вам силы и мотивацию продолжать? Вас никто, за вами никто не стоит, не подгоняет вас, не заставляет. Что у вас, в принципе... Кроме моих тараканов в голове. Вот. Вот они вам дают мотивацию. Не, ну естественно, я знаю, что это будет, ну... Что это для вас вообще, вот эта ваша идея? Это будет достижение не только мое, да, но как бы этого не было сделано еще, вот, чтобы длина экватора и без группы поддержки, без машиносопровождения через шесть континентов, такого еще не было. Это дает мне, конечно же, силу и энергию. Заряжает вас, да? Заряжает, да. Вот эта мысль о том, что вы будете первым. Да, я буду. Помимо меня, люди бежали вокруг света, но не было, чтобы длина экватора и без группы сопровождения. Обычно их сопровождали. А тут вы, получается, вообще в полном одиночестве? Один британец был до меня, но он пробежал 25 тысяч километров. Моя цель пробежать 40 тысяч 75 километров. 40 тысяч 75 километров. Длина экватора, да. Кстати, вы бежите-то не в полном одиночестве. У вас есть приспособление, это коляска. Да, ее зовут Драккар. Драккар, то есть, может, же именно... Ух ты! Ну, это, чтобы она вас двигала вперед, чтобы не пала духом. А что там лежит? Наверное, все спрашивают, так интересно. Что вы с тобой берете в это путешествие? Мое снаряжение, экипировка, то есть, там приспособление для кемпинга, то есть, палатка, спальный мешок, воздушный матрас, дополнительные кроссовки, одежда. У вас две пары кроссовок? Да. Кстати, вопрос обуви-то очень интересен. Ну, вот вы уже пробежали 29 тысяч километров. Сколько пар кроссовок уже сносили за это время? Ну, в среднем хватает кроссовок на тысячу-полторы километров. Ну, то есть, более 20 пар. А вы их покупаете в каждой стране? Ну, не в каждой стране, а в стране, в которую прибегаете? Или как? У меня были спонсоры, да, устраиваемые желания, да. Именно кроссовки. В основном, да, в каждой стране. Здорово. Какие у вас планы дали после Мурманска? Куда отправляетесь? Да. В Петрозаводск, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Ага, в смысле, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург. А после? Омск, Новосибирск, Владивосток, Южно-Сахалин. Вы на восток? Южно-Сахалинск, да, на восток. И потом Япония. Откуда вы стартовали, да? И в Японии будет только 30 километров, да. Последний забег. Последний рывок, и я закончу пробег вокруг света. И вот заключительный такой вопрос. Вот когда вы достигнете своей намеченной цели, вот вы остановитесь и поймете, что все, я это сделал. Какие ваши дальнейшие будут действия? Думали об этом уже? Да, конечно. Открою бутылку шампанска. А вы тоже отпразднуете это в одиночестве? Или может вас кто-то будет встречать? У меня есть друзья в этом городе, да. А, отлично. Японцы, да. Да, я желаю вам легких ног и желаю, конечно, такого самочувствия, как у атлета, как у Атланта, знаете ли. Как у Атланта. Да, да, да. Чтобы все крепенько и чтобы все задуманное осуществилось. Спасибо большое. И вам спасибо, что до нас добрались. Спасибо, что пригласили.